МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 вечера в Украине. Время подвести итоги дня. Я Алексей Фадеев. Здравствуйте. Итак, суббота, 30 января. И вот некоторые темы выпуска. Днепропетровск без Петровского. Памятник революционеру, в честь которого назван город, прошлой ночью пал под натиском активистов. Пункты пропуска на Мариупольском направлении могут временно закрыть. Боевики обстреливают КПП. Украинских военных беспокоит безопасность мирных граждан. Граница на частном замке. В Закарпатье в руках предпринимателей оказались приграничные участки. Огородами в ЕС попадает контрабанда и нелегалы, говорят пограничники. Конституционный суд начал рассмотрение обновленного законопроекта об изменении Конституции в части судебной реформы. Сегодня прошли письменные слушания без выступлений сторон. В документе изменился только пункт о причинах отставки генерального прокурора. Предыдущий вариант законопроекта еще 22 января Конституционный суд признал законным. В листе президента Украины до Верховной Ради Украины зазначено, что до опрацювания вказанного законопроекту зумовлено необходимость обеспечения достижения политического консенсуса в решении вопроса о возможности высловления парламентом недоверия генеральному прокурору, что имеет наследие его отставки. Свой вердикт, соответствует ли Конституции законопроект, судьи вынесут в понедельник. После решения Конституционного суда документ попадет в сессионный зал на первое чтение. Для его принятия достаточно 226 голосов, а уже на следующей сессии, которая стартует 2 февраля, депутатам придется найти 300 голосов для утверждения законопроекта в целом. К нам едет ревизор. В понедельник в Киев прибудет инспекция Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы оценить реформы, конституционную, судебную и успехи в борьбе с коррупцией. Представители ПАСЕ встретятся с президентом, членами правительства и руководством парламента, с депутатами, а также с председателем Национального антикоррупционного бюро. Визит продлится до 3 февраля. Александр Квиташвили уволил Ирину Коваль, руководителя компании УкрМедПроектСтрой, которая занимается скандальным строительством детской больницы Ахмадед. Напомним, министра здравоохранения обвинили в сохранении коррупционных схем времен Януковича. Ирина Коваль занимала свою должность еще со времен беглого президента. Народный депутат Олег Муси обвинил ее в том, что в конце прошлого года 90 миллионов гривен поступили за счет государства на баланс Януковича-младшего. Сама Коваль назвала высказывание депутата популизмом и пообещала подать на Мусия в суд. Петровский пал. Памятник Красному Наркому в Днепропетровске активисты повалили вчера вечером. Где он сейчас и какова реакция на произошедшее правоохранителей, властей и жителей города, расскажет Наталья Грещенко. Сначала активисты пытались взять его болгарками, но 12-ти тонны Петровски, которого считают одним из организаторов голодомора 30-х годов в Украине, оказался не так-то прост. За два часа едва подпилена одна гигантская нога. Жалились коммунальщики, но не над активистами, над горожанами. Рассудили, подпиленный с нескольких сторон памятник может рухнуть или на проходящий мимо трамвай, или вообще в переход, ведущий в метро. Потому пригнали подъемный кран. Сплав, из которого отлит нарком, ценный бронзолатунь, поэтому оставлять памятник на ночь без присмотра не рискнули. Увезли на базу коммунхоза. Сейчас на площади, где стоял Петровский, фотографируются люди. От чугунного Петровского остались только башмаки на постаменте и надпись «Кат». Вот, собственно, и все, что напоминает сегодня о вчерашних событиях. Прохожие активно обсуждают произошедшее, спорят, ссорятся, к единому мнению так и не приходят. Во, класс, что и давно пора. Если мы будем так уничтожать от поколения к поколению, мы никогда не выберемся из тупика. Опоздало лет на 25 все это. Можно было все это сделать спокойней, цивилизованней. Почему памятник не демонтировали цивилизованно? Зам-мэра, он же начальник управления коммунального хозяйства, пожимает плечами. Не было решения сессии. В Горсовете так и не инициировали рассмотрение вопроса. Активисты оказались проворнее. И уговорить их потерпеть не смогли ни чиновники, ни полицейские. Говорю, ребята, давайте подождем месяц-полтора, пройдет решение сессии, даст согласование на его демонтаж или перенос собственник. Мы его целиком, без повреждений, то есть можем аккуратно демонтировать. Ну, то, что вчера произошло, произошло. В полиции открыли производство по статье «Умышленное повреждение имущества». За это грозит до трех лет тюрьмы. Но вот вопрос, почему не остановили активистов? За происходящим наблюдали более сотни полицейских. Из двух зол мы выбрали меньше. Либо мы допустили бы какого-то силового противостояния. Поверьте, мы задокументировали полностью данное уголовное правонарушение. У нас есть лицо, которое причастно к данному правонарушению и в законных рамках. Ему, вероятнее всего, будет уже вручное письменное уведомление о подозрении. Теперь-то уж точно вопрос по памятнику вынесут на городскую сессию, чтобы решить, что с ним сделать. Оставить для истории, распилить или продать на аукционе. Пока вокруг сверженного Петровского кипят страсти, монумент покоится на свежем воздухе. А что это за дядька-то? Памятник. Повторные выборы в Кривом Роге пройдут 27 марта. Президент сегодня подписал соответствующий закон. Во сколько обойдется бюджету новое голосование, должен установить ЦИК. Напомним, осенью прошлого года на местных выборах в этом городе победил кандидат от оппозиционного блока Юрий Вилкул. Ну а кандидат от самопомощи Юрий Милобок проиграл. Что не понравилось самопомощи, представители которой и добились, чтобы парламент назначил перевыборы. Однако ранее это решение оппозиционеры обещали обжаловать в суде. И сегодня же президент уволил 86 судей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Среди отправленных в отставку трое тех, кто выносил неправовые решения против активистов революции достоинства и 83, нарушивших присягу в оккупированном Крыму. На Мариупольском направлении могут приостановить пропуск граждан на временно оккупированные территории. На днях под огонь попал терминал Марьинка. Теперь в Госпогранслужбе опасаются новых провокаций. Подробнее в материале Александра Пантелеймонова. Вчера на терминале в Марьинке недалеко от Донецка стреляли из легкого оружия. А год назад на соседнем КПП Новотроицкое произошла настоящая трагедия. Тогда боевики из Градов открыли огонь по автобусу с мирными людьми. Погибло 12 человек. В Госпогранслужбе опасаются повторения ситуации. Если будут продолживаться провокационные действия обстрела обстрела с темчасовой неподконтрольной территорией на КПВ Новотроицкий и Гнутово, что находится на нашей отделе ответственности, будут вживаться в меры о томчасовом перезупинении перемещения автотранспорта через линию размежевания. В случае обстрелов пограничники действуют по инструкции. Андрей служит всего несколько недель. Сам местный из прифронтового Новотроицкого прошел спецподготовку и теперь несет здесь службу. В случае обстрелов наша главная задача это безопасность мирных жителей. Мы очень хорошо проинструктированы куда их отводить. А отводят их в укрепления, которые оборудовали поблизости. Те, кто еще не въехал на территорию терминала в случае опасности по инструкции разворачиваются и уезжают. Остальные спасаются под землей. В данных блиндажах можно находиться и во время обстрела они обеспечивают жизнь людей, которые перетирают линию заткнений. У самих местных жителей оптимизма мало. Многие уже видели обстрелы и их последствия. Если успеем добежать, добежим. А если нет, то нет. За сутки на каждом терминале пропускают несколько тысяч автомобилей, а еще пешеходы. Это единственный канал связи с захваченными территориями. Если движение из-за обстрелов остановится, выживать людям станет еще тяжелее. В Закарпатье появился частный кордон. Земельные участки раздали прямо на границе. Предприниматели ограждают территорию и устанавливают собственный контроль на границе с Венгрией. Марина Коваль подробнее. Отсюда из береговского района до Венгрии рукой подать. Каких-то 20 метров от этого забора и начинается Евросоюз. Притык границы украинские чиновники в 2014-2015 раздали землю в частную собственность. А хозяева взяли да и оградили свои наделы. Причем там, где пограничники несут службу. Это забор приватных предпринимателей. Тянется километров до 4-5 километров. Сначала они говорили, что это приватная владельность. Не хотели запускать. Эти земли выдавали для сельскохозяйственных работ. Пограничники утверждают, здесь никто ничего не выращивает. Вместо этого предприниматели устроили частную границу. Установили сторожевые будки с круглосуточным дежурством. Даже смотровая вышка есть. А в последнее время участились случаи переправки нелегалов и контрабанды сигарет. Они спостереждают за прикордонным нарядом. из связи в техническом отношении не не мы. В них есть тепловизоры и прилиди ночного бачения и автомобили высокой проходности. Земли раздали местным жителям. Мы попробовали связаться с собственниками, но охранники не выдали боссов. А кому это належит? Я не знаю. Меня просто попросили. Там один Серега. А кому належит, даже не знаю. Будут у Рихи, вроде бы, судить. Будут? Угу. На этой территории. Отдать земли на границе в частные руки разрешило областное управление Госгеокадастра. Чиновники объяснили это тем, что на дело никому не принадлежат, ведь пограничники за время независимости не оформили право распоряжаться ими. Стражи кордона возмущены. Пограничники обратились в прокуратуру и теперь вместе судятся за розданную на границе землю. Уже удалось отменить разрешение на передачу 9 участков из 30. Распочатывали и три криминальные проведения, которые на разе расследуются относительно посадовых людей областного управления земельных ресурсов. Сами чиновники от комментариев отказались, мол, идет следствие. Руководитель управления только сообщил, во всем виноваты попередники. Он на должности всего третий месяц, а сотрудники, причастные к выдаче земель на границе, уволены. Марина Ковань, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Служба безопасности разоблачила очередного столичного взяточника, чиновника из миграционной. Службы задержали как раз в момент получения им 50 тысяч гривен. СБУ установило, что вымогатель в сговоре с сотрудником Госпогранслужбы требовал вдвое больше за фиктивное оформление разрешений на постоянное проживание иностранцев в Украине. Расследование продолжается. Волонтеры по неволе. Российские вкладчики банков теперь добровольно-принудительно поддержат отечественную финансовую систему. Такую возможность для них предусмотрел тамошний Минфин. С подробностями Данил Русаков, наш Сапкор в Москве. На фоне падающего курса рубля Российское министерство финансов уже предупредило, как принудительно распорядиться вкладами клиентов банков. Те, у кого на счету более 100 тысяч в местной валюте, проспонсируют проблемные финучреждения. Как сообщают чиновники, эти деньги конвертируют в уставной капитал кредитных учреждений, находящихся в предбанкротном состоянии. Официальная формулировка с целью стабилизации финансового состояния. О том, можно ли будет извлечь эти средства в полном объеме по желанию вкладчиков, сообщение не говорится. Никаких других подробностей министр финансов Алексей Моисеев не рассказал. И почти синхронно из того же ведомства сообщили, налоговых льгот для новых месторождений нефти не будет. Сейчас они действуют в отношении почти 200 источников углеводородов. А вот тем, кто получил ипотечные займы в валюте, накануне ответили на вопрос, собирается ли им помогать государство. Пресс-секретарь президента Песков сказал, что, цитирую, это не представляется возможным. Накануне по центру города маршем прошлись погоревшие кредиторы с собой. Они взяли детей и даже попытались устроить сидячую забастовку в офисе одного из банков. Охрана манифестанта внутрь пускала без особой охоты. В итоге с вкладчиками руководство все той же организации встретилось и сообщило, что сочувствует и рассчитывает пострадавшие граждане все-таки смогут им заплатить. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Российский истребитель снова нарушил воздушное пространство Турции. Об этом сообщает МИД республики. Инцидент произошел в пятницу утром. Су-34 пересек воздушную границу в провинции Газиантеп. Экипаж несколько раз предупреждали на английском и на русском языках. Накануне вечером российского посла в Турции уведомили о нарушении и вызвали в МИД, чтобы вручить ноту протеста. Напомним, 24 ноября турецкие истребители сбили российский Су-24, который нарушил воздушное пространство страны и не отвечал на запросы. В результате погиб пилот российского самолета. Инцидент спровоцировал международный скандал и резкое ухудшение в отношениях двух стран. В частности, Москва ввела санкции против Анкары. Судно с мигрантами затонуло у берегов Турции. 75 человек удалось спасти, 39 погибли среди жертв по крайней мере пятеро детей. Лодка перевозила около 120 выходцев из Сирии, Афганистана и Мьянмы. Все они направлялись в Грецию. По неизвестным пока причинам судно потерпело крушение возле турецкого города Айваджик на западе страны. Выживших симптомами переохлаждения отправили в больницу. В прошлом году около 3,5 тысяч мигрантов погибли во время опасного плавания к берегам Европы. Всего за 2015 год в ЕС попали более миллиона беженцев. А вот украинские беженцы в Германии могут лишиться своего статуса, если немецкое руководство признает Украину безопасной страной происхождения. В таком случае процедура депортации украинцев на родину упростится. Татьяна Лагунова подробнее. Идея принадлежит премьеру Баварии и лидеру Христианско-социального союза Хорсту Зейхоферу. Он уже направил в Бундесрат предложение расширить список так называемых безопасных стран. И кроме Марокко, Алжира и Туниса признать таковыми Украину, Грузию, Молдову, Армению, Бангладеш, Бенин, Гамбию, Индию, Монголию, Мали и Нигерию. Если это произойдет у беженцев из Украины, а их по официальным данным почти 5000 человек, будут минимальные шансы получить в Германии убежище. Какое будет принято решение и когда пока непонятно, но не исключено, что список безопасных стран все-таки расширят. Хотя бы потому, что власти Германии заявили, они намерены существенно снизить количество беженцев, которые прибывают в страну. 1 миллион 91 894 человека. Столько беженцев приняла Германия в прошлом году. В этом ожидают еще сотни тысяч. В основном из Сирии и Ирака. Но и им уже намекнули убежище временное. Закончится война, придется ехать домой. Мы должны говорить людям это временное разрешение на пребывание. Мы ожидаем, что когда в Сирию придет мир, когда в Ираке будет побежден ИГИЛ, вы вернетесь на родину с полученными у нас знаниями. Ну а пока немецкие политики ужесточают миграционные законы. Договорились, право на воссоединение с семьей беженцы будут получать только через два года. Мигрантам запретят выезжать за зону ответственности миграционного ведомства, которое рассматривает их документы. И они сами должны будут частично оплачивать интеграционные курсы. Коалиция пришла к компромиссу по новому миграционному пакету. Я сделаю все возможное, чтобы уже в феврале вынести его на рассмотрение Бундестага, а потом направить в Бундесрад. Тем временем немецкие СМИ сообщают, беженцев вербовала Федеральная разведывательная служба Германии. В обмен на информацию осведомителям предлагали помочь с оформлением статуса. Начиная с 2000 года таким образом привлекли более 800 человек. Сейчас отдел, которые отвечают за работу соискателями убежища, якобы закрыт. Таким Лунова Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Сирийская оппозиция согласилась принять участие в мирных переговорах, которые стартовали накануне в Женеве. Ранее эта сторона отказывалась идти на диалог, поскольку правительственные войска не прекратили воздушные удары и блокаду населенных пунктов. Накануне глава делегации заявил, что они получили от США и Саудовской Аравии гарантии, касающиеся оказания гуманитарной помощи. По словам источников, представители оппозиции уже прибыли в Женеву. Переговоры будут длиться две недели. Посредником выступит специальный представитель ООН Стафан Демистура. Франция пригрозила Израилю, что признает государство Палестины, если переговоры между враждующими сторонами не принесут результатов. Как заявил министр иностранных дел Лоран Фабиус, в ближайшие недели Париж выступит с новыми инициативами для подготовки международной конференции для урегулирования конфликта. Если эту попытку блокируют, Франция будет вынуждена признать палестинское государство. Также министр раскритиковал израильскую политику в отношении палестинцев. По его словам, альтернативы мирному решению вопроса нет. Но тем временем Израиль поссорился с организацией объединенных наций. Генсек ООН Пан Гимун обвинил Иерусалим в нежелании мириться с палестинцами. Израильтяне отреагировали очень резко. Продолжит Сергей Ауслендер. Отношения Израиля и ООН никогда не были гладкими. Израильтяне постоянно обвиняют организацию объединенных наций в предвзятости по отношению к еврейскому государству. Приводят в частности такой пример. В 2014 ООН приняла 24 резолюции, осуждающие нарушения прав человека. Из них 20 в отношении Израиля. Это при оккупации Крыма, при том, что продолжается война на Донбассе и в Сирии и еще множество других локальных конфликтов по всему миру. Тем не менее, в ООН считают, что оккупация Израилем западного берега это и есть корень всех проблем. И вот в своей речи генсек ООН Пан Гимун сказал, что израильская оккупация и порожденное ею отчаяние и есть главная причина палестинского террора. Слова эти буквально взбесили премьер-министра Бениамина Нетаньягу, который открытым текстом обвинил Пан Гимуна в поощрении террора. Комментарии генерального секретаря ООН потворствуют терроризму. Террору нет оправдания. Палестинские убийцы не хотят строить государство. Они стремятся разрушить его и в открытую об этом заявляют. Они хотят убивать евреев только за то, что они евреи. ООН давно утратила нейтралитет и моральное право судить о ситуации. Террор не стихает, нападения власти обвиняют во всем происходящем руководство палестинской автономии ту кампанию подстрекательства, которую оно проводит по отношению к Израилю. Когда мы говорим о подстрекательстве со стороны палестинской автономии, она происходит как в школах через учебный процесс, так и через средства массовой информации. И последний пример буквально двухнедельной давности, когда 15-летний подросток отправляется, чтобы убить еврейку, убить женщину, убить ребенка, ее детей, только потому, что насмотрелся соответствующих передач по палестинскому телевидению. Пан Гимун сразу отреагировал на заявление Бениамина Нетаньягу, сказал, что от слов своих не отказывается и лишь призывает к тому, чтобы попытаться изменить сложившееся положение вещей, при котором обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нежелании договариваться. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности телеканал Интер, Израиль. Страсти вокруг президентской кампании в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон оказалась в центре нового скандала. Он связан с перепиской, которую она вела по электронной почте в бытность госсекретарем. Как на эти обвинения реагирует Клинтон и что говорят ее оппоненты по предвыборной гонке, расскажет наш собственный корреспондент в США Тихон Зятко. Новый скандал разразился в самое неподходящее для Хиллари Клинтон время. Всего два дня остается до первых праймерис в штате Айова. А переписка бывшего госсекретаря это главная тема, которую используют против нее оппоненты по предвыборной гонке. О чем речь? Несколько месяцев назад стало известно, что Клинтон в бытность госсекретарем использовала личную почту для служебной переписки. Суд обязал госдепартамент опубликовать переписку. Клинтон настаивала и продолжает настаивать, что никакой секретной информации в письмах нет. Впрочем, новое развитие скандала опровергает эти слова. Администрация США установила, что как минимум 22 письма содержали гриф «совершенно секретно». О чем в них конкретно говорилось неизвестно, но есть сведения, что часть писем содержала информацию о специальных секретных программах правительства. Соперники Клинтон по предвыборной кампании из республиканского лагеря говорят, как она может претендовать на президентский пост, если столь легкомысленно и использовала незащищенные каналы связи. Они объявили, что не будут обнародовать некоторые письма. Знаете почему? Потому что они слишком секретны. Хилари Клинтон отправляла со своего личного аккаунта секретную информацию. Это недопустимо. Если бы кто-то из моих сотрудников такое сделал, его бы сразу уволили. 22 письма из ее переписки являются совершенно секретными. Сейчас она говорит, что не сделала ничего плохого. Но Хилари врала. Что касается меня, то мне нечего скрывать. Ни налоги, ни переписку. Хилари Клинтон не заслуживает доверия. Она никогда не говорит правду о том, что так важно. Сама Клинтон новое развитие скандала не прокомментировала. Но в ее окружении настаивают. Все обвинения несостоятельны. И власти должны опубликовать всю переписку, чтобы люди убедились. Никакой секретной информации там нет. Как бы то ни было, но на рейтинге Клинтон в преддверии начала внутри партийных выборов новый виток скандала может сказаться отрицательно. Американские избиратели к подобным вещам относятся с большим вниманием. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Продолжаем выпуск. Фейсбук запретит продавать оружие на своих страницах. Первый в мире налог на селфи установили в Мексике. Деньги семье, прах на Бали, детали завещания Дэвида Боуи стали достоянием общественности. Об этих и других событиях коротко в нашем обзоре. В Китае продолжаются спасательные работы на месте завала гипсовой шахты, где накануне достали живыми четырех горняков. Они 36 дней провели на глубине 200 метров. Все это время шахтерам передавали еду и воду. Тем временем спасатели рыли туннель, по которому заложников подняли в специальной капсуле. Еще под землей горняки записали эмоциональное видеообращение с благодарностью за помощь. Специалисты надеются найти и остальных 13 пропавших. Торговать нельзя, но рекламировать можно. Компания Фейсбук ввела запрет на покупку и продажу через соцсеть огнестрельного оружия из-за массовых убийств в США. Ранее это правило распространялось лишь на объявления о торговле марихуаной, фармацевтическими препаратами и тяжелыми наркотиками. В то же время лицензированным продавцам оружия разрешается рекламировать свой товар. Дорогое удовольствие! В мексиканском национальном парке Тулум ввели налог на селфи. Теперь посетители должны доплачивать по 2,5 доллара за каждый гаджет с фотокамерой. При этом билет в парк с пирамидами Майя стоит чуть больше 3 долларов. Туристы недовольны, но вынуждены раскошелиться. Ежегодно Тулум посещает около 2 миллионов путешественников. А вот марсоход Curiosity с удовольствием пользуется отсутствием любых налогов на самострелы. Он сделал уже четвертое селфи на Красной планете. На этот раз на фоне песчаной дюны на МИП. На снимке нет привычной вытянутой руки. Его скомбинировали из 57 разных изображений, снятых аппаратом чуть ранее. Марсианский ровер NASA Curiosity исследует соседнюю планету с 2011 года. В Филадельфии с молотка ушел Фиат Крайслер, на котором ездил папа римский Франциск. Машина приглянулась 19 покупателям. Ее продали за 82 тысячи долларов неизвестному покупателю. Это один из двух Фиатов, которыми Франциск пользовался во время визита в Филадельфию в прошлом году. Вырученные от продажи деньги уйдут на благотворительность. Дэвид Боуи оставил в наследство жене и детям 100 миллионов долларов. В суд Манхэттена передано завещание музыканта. Половина его состояния и дом перешли жене и ман. Вторую половину разделят поровну его сын от первого брака и дочь от второго. Также легендарный музыкант завещал развеять свой прах на Бали. Боуи умер три недели назад после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Передупреждение для лыжников туристов от гидрометцентра Украины в горах могут сойти снежные лавины. Их ожидают завтра на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Объявлена повышенная лавинная опасность особенно на склонах. Там могут сойти большие одиночные лавины и осыпаться снежные карнизы. Кататься и находиться в горах синоптики не рекомендуют. Наш выпуск почти завершен но до окончания недели еще сутки. Коллеги из недельных подробностей сейчас как раз в процессе подготовки завтрашнего выпуска но некоторые темы они как всегда готовы обозначить уже сейчас. Не пропустите в подробностях недели торги за кресла публичные и скрытые А хочется вообще вот министр? Хочется. Одных пропозиции пропосадов министра Кто заменит нынешних министров? Идет очень большой шантаж очень жесткая торговля Топливо для коррупции Почему вслед за нефтью не падает и бензин? Мне кажется просто кто-то у нас на этом хорошо зарабатывает Как нас обдирают на заправках? Если убрать хотя бы коррупционную составляющую цену удастся снизить на 15-20% И чем набивают карманы нефтяные короли? 5 миллионов гривен в день По скромным подсчетам столько зарабатывают на коррупционных литрах бензина Евросоюз не для всех Почему украинцам сбежавшим от войны не рады в Европе? И чем мы хуже сирийцев? Мне чиновник четко сказал что у вас у украинцев нет шансов здесь остаться Езжайте всегда домой Все о чем говорят и спорят в подробностях недели ровно 8 вечера в это воскресенье И на этом выпуск окончен Следите за развитием событий вместе с нами на Интере Хорошего вам вечера До свидания Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»